АЛЕСАНДРО БАЛАВА Боттичелли был младшим из четырех сыновей Мариано Филиппеппи и его жены Смиральди и родился во Флоренции в 1445 году. Отец его во Флоренции занимался выделкой шкур животных, в семье было четверо детей, а Александр был самым слабым по здоровью из всех. По-настоящему мальчика звали Филиппеппи, а прозвище Боттичелли перешло к нему от старшего брата, которого дразнили так за толщину и неповоротливость. В переводе с итальянского это значило «бочонок». Мальчику нравилось рисовать картинки, это заметил отец, отдал сначала сына на обучение к ювелиру Антонио в 1460 году, а еще через два года уже у живописца Липппи юный Филиппеппи обучался премудростям науки рисовать. А с 1469 года Александр, уже находясь дома, начал писать картины. В том же году скончался его отец, а в следующем Сандру открыл дома свою художественную мастерскую. Вскоре стали поступать заказы от флорентийских богачей, а в основном надо было расписывать церковные храмы. Были и частные заказы. Искусство ценил Лоренцо Медичи, флорентийский властитель. Поэтичная живопись Боттичелли, тонкость стиля и выразительность полотен нравилась всем, кто заказывал картины. Приобретя индивидуальность стиля в манере создания картин, Сандру изысканно передавал прозрачность красок, трепетность линии, некую музыкальность в своих художественных творениях. Особенно видно это в картине «Весна». С 1480 года мастерская Сандру Боттичелли становится широко известной по всей Италии. Семейство Медичи часто ее посещало. И вот художника пригласили в 1481 году в Рим для росписи сикстинской капеллы. Боттичелли в ней создал три фрески и вернулся в родную Флоренцию. А Лоренцо Медичи тут же заказал для своей виллы ему настенные росписи. С 1489 года в творчестве художника проявились мистические нотки. Это видно по картине «Благовещение». На ней ангел с крыльями в полупрозрачном одеянии, прилетевший к Богоматери, будто не видящей его. Над ангелом лучи света. Мария же склонилась перед ним с закрытыми очами, словно ослепленной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В 1492 году умирает Лоренцо Медичи, пограбительствовавший живописцу. Меняется стиль написания полотен Боттичелли. В его картинах начинает проявляться пессимизм. Цвета уже более насыщены и нет пластики. В картине «Покинутая» показана безнадежность дальнейшего бытия. Горько плачет босая женщина у закрытых ворот каменной стены, закрыв ладонями лицо. В оплакивании Христа мертвое тело Спасителя держит на руках женщины. Его только что сняли с креста. Безутежность скорби веет от этого художественного полотна. Таким же было и настроение Сандро Боттичелли. Он хотя и разбогател, работая творчески, но это его не радовало. С 1500 года он стал намного реже писать картины, а через пару лет и вовсе забросил это занятие. КОНЕЦ Существует несколько картин, с которыми у людей ассоциируется эпоха возрождения. Эти картины всемирно известны и превратились в настоящие символы того времени. Для написания большинства картин художники приглашали в качестве натурщиков людей, чьи имена до нас не дошли. Они просто были похожи на персонажей, требовавшихся художнику и все. А поэтому, как бы нас не интересовала их судьба, сейчас о них практически ничего не известно. Примером этого может служить известная картина Микеланджело, украшающая потолок сикстинской капеллы сотворения Адама, или же творения того же автора «Статуя Давида». Теперь уже неизвестно, кто же подслужил моделью для создания этих произведений. То же самое и с известнейшей картиной Леонардо да Винчи «Монна Лиза». Сейчас ходит множество слухов о том, что натурой для написания была Лиза Жерудини. Но в этой версии существует больше сомнений, чем уверенности. Да и сама загадочность картины скорее связана с самой личностью Леонардо да Винчи, нежели с его моделью. Однако на фоне всей этой неопределенности, история создания известной картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и модель, послужившая прообразом Венеры, вполне ясна. Ею была Симонетта Фиспуччи, всеми признанная красавицей той эпохи. К сожалению, картина писалась не с натуры, потому что к этому моменту муза Боттичелли была уже мертва. Боттичелли родился во Флоренции, всю жизнь ему покровительствовала влиятельнейшая семья в городе того времени – Медичи. В том же городе жила и Симонетта. Ее девичья фамилия была Катанео. Она была дочерью генойского дворянина. Симонетта в 16 лет вышла замуж за Марко Веспуччи, влюбленного в нее без памяти и хорошо принимаемого ее родителями. Все мужчины гордо сходили с ума от красоты и доброго характера Симонетты. Даже братья Джулиано и Лоренцо Медичи подпали под ее обаяние. В качестве модели для художника Сандру Боттичелли Симонетта была предложена самой семьей Веспуччи. Для Боттичелли это стало роковой встречей. Он любился в свою модель. С первого же взгляда она стала его музой. В то же время на проходившем в 1475 году рыцарском турнире Джулиано де Медичи выступал с флагом, на котором также был изображен рукой Боттичелли портрет Симонетты с надписью на французском языке, означавшей «Несравненное». После его выигрыша на этом турнире Симонетта была объявлена королевой красоты, а слава о ней, как о самой красивой женщине во Флоренции, распространилась по всей Европе. Симонетта скоро умерла в 1476 году в возрасте всего 23 лет. Боттичелли никогда не смог уже ее забыть и всю жизнь прожил один. Умер он в 1510 году. Без сомнения художник с уважением относился к браку с Симонетты и никак не проявлял своей любви, кроме написания множества картин с ее изображением. Так на известном полотне «Венера и Марс» он изобразил героев, чье сходство с Симонеттой и самим автором в роли Марса никем не ставится под сомнение. А в 1485 году Боттичелли и написал знаменитую картину «Рождение Венеры», которую посвятил памяти своей возлюбленной спустя 9 лет после ее смерти. Любовь Боттичелли была так велика, что он попросил похоронить себя в усыпальнице, где была похоронена Симонетта Веспуччи, в ногах ее захоронения. Известно, что Боттичелли написал более 150 работ, но большинство из них были уничтожены представителями католической церкви, обвинившей работы в язычестве и светкости. Рождение Венеры было чудом спасено. По слухам, ее защитил Лоренцо де Медичи в память о своем брате и любви к Симонетте. Рождение Венеры Редактор субтитров А.Семкин Уже с юношеских лет, если не с рождения, Сандро несет в себе высокое стремление к красоте, чувство глубокого сострадания. Стремление к красоте определило возвышенный характер его реализма. Сострадание придало к физической красоте одухотворенность и человечность. В начале изящества, порыв, уверенность, мечты, картины Ютиф, Мадонны Евхаристии, два варианта поглонения волхвов, весна, Святой Августин, фрески Сикстинской капеллы, алтарь Святой Варнавы, затем период безмятежной полноты чувств, Марс и Венера, рождение Венеры, Паллада и Кентавр, Мадонна со Святым Иоанном Крестителем и Святым Иоанном Евангелистом. Однако за внешним совершенством этих произведений личность Боттичелли ощутима уже далеко не так, как прежде. Рядом с угрожающей ему опасностью, направленной на достижение чистого внешнего совершенства, художник чувствует другую опасность, которая угрожает уже всему человечеству, опасность погубить душу. И Боттичелли вновь переживает творческие муки, теперь уже как певец нравственной красоты. Покинутое, благовещение, венчание Богоматери, аллегория и клеветы. После смерти Саванна Роллы Боттичелли впадает в отчаяние. Пытаясь понять свои чувства, он переходит от умиления в Рождестве к душераздирающим мотивам распятия и сцены жизни святого Зиновия. Так завершается этот путь. От идиллических грез чувствительного юноши к страстной проповеди пророка. Чувства художника не утрачивают остроты, но становятся крайне чуткими к вопросам совести и морали. И эти его чувства еще более обостряются под влиянием драматического зрелища продажности и испорченности, против которых вскоре направят свои удары реформации. С одного автопортрета художника 1475 года, на нас глядит молодой человек с рыжеватого цвета волосами. Боттичелли еще 30 лет. Нос с горбинкой, пристальный взгляд, голова в полуобороте, простая накидка на плече из ткани. В таком виде он и пристает перед нами, тот живописец эпохи Возрождения. Искусства вечной, жизнь нет. КОНЕЦ